В небольшой кинозал превратилось на этот вечер одно из помещений молодёжного ресурсного центра «Феникс». Здесь проходил показ фильмов «Толя Нику» и «Илия», снятых по инициативе и при непосредственном участии уроженца Басарабяски Якова Гребененко. Всегда очень ответственно выступать перед своими. И что приятно, что наш зритель, наш Басарабский, уже изначально верил. Вот они пришли в зал, я по дыханию не чувствовал ни капельки сомнения, ни капельки недоверия к себе. То есть зал уже был готов принимать. Спунем ту русу. Че я уфакаич? Ну ладно, наши отступают, это понятно. А твои чего от тебя бегут? Де че нам ремасын оркестра? Мамдус, каумбоу. Инь яду леста. Трилогия о войне, в которую вошёл также фильм «Между прутом и Днестром», основана на событиях Великой Отечественной, которые происходили в то время на территории современной Молдовы. Снимались картины творческим объединением «Басараб кино» практически на голом энтузиазме Якова и его единомышленников. Я являюсь актёром театра с улицы Росс и другом, к сожалению или к счастью, Якова. Поэтому я согласился помочь другу в его достижении, в его цели, в его мечт. Сейчас много всех разных фильмов. Я думаю, что отличается именно тем, что это что-то наше родное. И то, что мы берём тему, которая сейчас абсолютно никому уже не интересна, не нужна. И само по себе это всё очень удивительно сейчас, когда люди занимаются такими делами. Фильм «Толя Нику», в котором Станислав сыграл одну из главных ролей, уже был показан в «Басарабяске» в феврале этого года. А для Ильи показ стал, можно сказать, премьерным. В картине рассказывается о деятельности партизанского отряда, в который входили дети. Поэтому равнодушных в зале не осталось. Двоих кокнули. Пули не тратили? Молодцы. А это кто? Пленный. От румын сбежал. Нас пятеро бежали. Тебя не спрашивали. Оружие при нём было? Нет. С вражеской стороны бежал. Миха, в овраг отведи его, там и оставишь. Давай я. Ну давай ты, только не мешкай. Мне больше всего понравился Илья. Ему было трудно, потому что ему надо было нести тяжёлое оружие, сапоги длинные и одежду тяжёлую. Я туаленику смотрел, мне больше понравился всё-таки второй фильм про Илья назывался. Прямо впечатлил. У меня действительно фильм хороший. Видно прогресс Якова в этой работе. Была такая тишина в зале. Я думаю, что всем было интересно и взрослым, и детям, потому что посмотрели, какую жизнь может прожить человек сложную, сколько нужно силы воли, и что наш организм, наша мораль, на что способен человек, когда попадает в какую-то тяжёлую ситуацию. И дай Бог, чтобы никогда, чтобы ни один ребёнок, ни один взрослый больше никогда не увидел, что такое война. Ты предатель. Роли детей-партизан в фильме исполнили ученики Якова Гребененко из театрального лицея. Роли взрослых – его коллеги из театра с улицы Рос. А вот в ролях второго плана и в массовке были задействованы жители города Басарабяска, где снималась большая часть сцен. Насчёт Басарабских я был очень удивлён их отдачей. Они ничуть не уступали детям из Кишинёва. Как и артисты, которые взрослые артисты, ничуть не уступали артистам из Кишинёва. То есть также на одном уровне ответственно, наивно, чисто, с душой отнеслись к своим актёрским работам, что очень-очень приятно. И в первую очередь было важно здесь его показатели. Самира Костенко попала на съёмочную площадку фильма неожиданно для самой себя. Но всё происходящее там её очень впечатлило. Я не отказалась, мне сразу понравилось, думала, что будет очень интересно. Я была в роли как в массовке. Мне было довольно легко, потому что у других актёров была главная роль, им было потяжелее владеть оружием и помогать другим, как солдаты. А я в дальнейшем хотела бы сниматься в фильмах и стать актрисой. Как призналась девочка, она рада тому, что свой первый актёрский опыт получила именно в фильме о войне. Мне очень нравятся военные фильмы. Ну, потому что там всё связано с войной, с мировой, с людьми, которыми погибали, которым было очень тяжело воевать. Они воевали за нашу родину, и мы им обязаны тоже нашей жизнью. И я бы сделала им большой поклон, и я их уважаю. Яков Гребененко, как актёр, режиссёр и педагог, убеждён в том, что нравственные устои в детях и подростках можно укреплять только через знания истории. Мы живём в беззаботное, прекрасное время, когда нас обволакивает любовью, психологической поддержкой, всем, чем можно. И мы приходим к тому, что мы становимся цинниками. В то время голод, война, 13 детей в семье, выживают только 6, и они всё равно счастливы. Не хочется, чтобы пришло к тому, что обязательно должно быть такое вот зло вокруг нас, чтобы мы опять вспомнили об этих нравственных истоках. Поэтому нужно в первую очередь возвращаться к истории, потому что только она нас научит правильно. Среди тех, кто пришёл в этот вечер на показ фильмов, был и примар Басарабяски Валентин Чемпоешь, который поблагодарил Якова за то, что он делает для сохранения исторической памяти. Наверное, родители наши, где-то здесь есть ещё и просто, добились того, что он сказал сегодня про войну. Это для меня было всё. Я надеюсь, что этот творческий потенциал, который заложили родители, будет только обогащаться, увеличиваться. Мы ждём новых фильмов. Фильмов Толя Нику и Ильи пока нет в свободном доступе. Сейчас картины участвуют в различных международных кинофестивалях. И на их счету уже есть несколько наград.